Всем привет! У нас сегодня снова погодные условия такие, что хочется сидеть дома возле буржуйки, чем ходить на улицу. Было минус 36, если я бы это сказал, живя на севере, это еще вполне рабочая температура. Но здесь на Алтае мы становимся мягкотелами в отношении экстремальных погодных условий. И имея как бы ожидание, так сказать, обетование от метеорологов в прогноз погоды, что завтра будет потепление, сидим дома, записываем видео. Сегодня я хотел бы продолжить серию финансового управления по поводу инвестиций и долгосрочных сбережений. Как раз вот это место, где долгосрочные сбережения перекликаются от необходимости с инвестицией. Мы в предыдущих несколько роликов много об этом говорили, знаю чуть-чуть вот, чуть-чуть сухо, чуть-чуть, как сказать, много терминологии, много таких как бы понятий, чуть-чуть сложно, страшно. Но сегодня постараемся ближе к жизни. То есть есть один момент, который очень важный, когда мы разговариваем по поводу долгосрочных сбережений и по поводу инвестиций, где она вообще перекликается с сбережения, инвестиции и жизненные расходы. Да, это именно вопрос квартирный. В москвичи села квартирный вопрос или испортила квартирный вопрос. Я думаю, что всех нас портят, особенно жители в городе, портить квартирный вопрос. Но не только. Вообще приобрести современное, нормальное, хорошее, уютное, не знаю, теплое, там, хорошее жилье в современном мире, даже если ты строишь в деревне, там, с нуля, это достаточно дорого, достаточно накладно. Особенно, если речь идет о квартирах в городе или даже о каких-то там домах на земле в каких-то небольших участках, там, 6-10 соток в городе. Поэтому сегодняшняя рубрика, она посвящена, или сегодняшний выпуск посвящен как раз вопрос ипотека. Та-да-да-да! Здесь можно было бы ставить, вот, та-да-да-да! Ипотека! Вы знаете мое отношение к долгам, да? Вот. Долг – это петля. Когда ты видишь предложение в банке, там, возьми кредит на потребительские нужды, там, купи подарки на Новый год в кредит, да, там, ты должен просто вообразить, вот, вместо того, чтобы процентный знак увидеть, ты должен просто увидеть петля. Знаешь, такая виселица, которая, и тень такой, висящий труп, и представь, что это ты. Это, это правда, это, это прямо нужно. Я тут был в городе перед Новым годом, мы с Ребеккой ездили, покупали некоторые тоже подарки для детей, там, еще что-то, и везде, сплошь и рядом, возьми подарки в кредит, да, то есть, нет, не надо этого делать. Это, это виселица, это конкретное, конкретное порабощение. Есть несколько случаев, когда кредит оправдан. Их три. Вот. Да, вы можете прямо сказать себе. Три. Если ваши условия не подходят под этим трем критерием, один из этих трех критерий, тогда ты не должен никогда брать кредит. Первая причина, когда можно брать кредит, это если кто-нибудь умрет иначе. Похитили твоего ребенка, говорят, нам нужен миллион долларов, иначе мы убьем его. Да, да, можно идти в банк, брать кредит, и потом разберемся, да, то есть, ну, это, конечно, это ужасный, ужасный член. Иначе жизненные обстоятельства, и никто, естественно, не смеется над этим. Но бывают случаи, допустим, медицинские, там, просто неожиданные медицинские случаи, которые ты, ну, не мог предупредить, все твои сбережения уже расточены, да, и нет никакого другого выхода, как залезть в долг. Ну, бывают такие вещи, да, то есть, на одной стороне смерть, реально смерть, если ты не будешь за это платить, кто-то умрет, да, и другой стороне кредит, тогда можно, да, то есть, это одно, одно случай. Вот, второе случай, это когда у тебя есть рабочий бизнес, что-то работает, у тебя хороший, отлаженный, не на начальных этапах, на этапах, хорошее, отлаженное производство какое-то, бизнес какой-то, какое-то дело свое, которое реально приносит деньги, доход, бухгалтерия в порядке, продажи в порядке, производство в порядке, все в порядке, все хорошо. Хорошо, ты не новичок в этой сфере, ты знаешь, что делаешь, ты уже прошел вот этот этап, у тебя там 3, 4, 5 работников, 6, 7 работников, все нормально, тогда, тогда можно взять маленький кредит, для того, чтобы расширить свое производство, для того, чтобы сделать, ну, как сказать, перейти на следующий этап. Это второй случай, да, третий случай, о котором мы будем сегодня говорить. Это квартирный вопрос. Можно брать кредит, в моем размышлении, на, можно взять, ну, ипотеку, да, кредит на недвижимость, ипотека, долгосрочный кредит на недвижимость. Можно взять ее в том случае, если платежи ежемесячные за ипотека не будут превышать, превышать аренда, которую бы ты иначе платил, на больше, чем 20-30%, чем аренда, которую бы ты иначе платил. Допустим, если бы ты мог снять квартиру однокомнатную, допустим, да, и за 10 тысяч рублей в месяц, допустим, в такой-то район города, да, и ты хочешь купить эту квартиру, купить однокомнатную квартиру, ты готов взять ипотеку, вот, то ипотека ежемесячных платежей не должно быть больше 12-13 тысяч. Если больше, то нельзя, да. Здесь очень много рассуждений об этом, которые не я делал, это делали другие аналитики, экономисты, именно почему вот такой вот закон, но давайте просто оставим, что это как бы некий закон джастуса, который на самом деле не мой, он там других людей, но оставим его таким образом, да, то есть, если хочешь взять ипотеку, ты, во-первых, должен посмотреть на, что тебе по карману в плане аренда и ипотека должна быть не больше, стоит, чем 12-13, 20-30% больше той суммы, да. Опять пример, приводим то же самое, если аренда стоит 10 тысяч рублей в месяц, то твоя ипотека никак не может быть больше, чем 12-13 тысяч рублей в месяц. Что мы тем самым делаем? То есть, деньги, которые ты бы иначе тратил на аренду, они уходят как бы в кавычках, чтобы ты приобрел себе жилье, да, то есть, это очень важный момент. На самом деле, я бы очень хотел, очень пожелал бы вам, чтобы если вы брали ипотеку, чтобы она была вровен с арендной платой, да, чтобы ты никогда не брал ипотеку, когда она намного дороже или там даже чуть-чуть дороже, чем аренда. Но 20-30% допускается, да, то есть, ну, хотя, чем ближе к арендному показателю, тем лучше, да. Таким образом, получается, что статья расходов, которая у вас была на жилье, аренда, она переходит в столбик долгосрочных сбережений через ипотека. Да, это такое чуть-чуть дурацкое сбережение, потому что ты за нее платишь проценты, но, тем не менее, ты таким образом не просто выкидываешь деньги, да, какая-то часть денег все равно остается в виде капитала в вашей квартире. И вот это очень важно. Но в ипотеке есть один маленький секрет. 30-летняя ипотека придумали банкиры. Не вы. Если ты платишь 30-летнюю ипотеку, ты переплачиваешь в 3-4 раза, зависимо от процентной ставки. Не делай это! Искушение – это взять большую сумму денег, купить сразу 3-4-комнатную квартиру или 2-комнатную квартиру сразу, да, сказать, ладно, жить так жить, я буду 30 лет рабом этого банка, да, ладно, я переплачу ее в 4 раза, да ничего страшного. Вот, у меня денег много, вот, зато у меня будет в конце жизни квартира, вот. Ребята, как бы, я не знаю, как вы, но мне кажется, что цель жизни, особенно даже финансовое управление, это не просто жить до пенсии и там успокоиться, что у тебя есть там, наконец-то, твоя квартира одна какая-то, да. То есть, наверное, должны быть какие-то другие размышления по поводу финансового управления даже, вот, которые подталкивают нас на более трезвые вещи. Поэтому не переплачивай в 3 раза или в 4 раза. Закон 2-й относительно ипотеки. Не больше 15 лет. 15 лет это максимум, это предел, это все. А ты скажешь, Частас, я смотрю на цены ипотека, если 15 лет, мне не по карману 3-комнатная квартира, ну, ежемесячно я не вывожу это. Потому что, естественно, чем меньше ты сокращаешь срок, да, тем больше вырастает ежемесячный платеж, да. Чем длиннее срок, вот, даже на большую сумму денег, тем, естественно, ежемесячные платежи меньше, но переплата намного больше. Поэтому второе железное правило. Первое мы помним, железное правило, ипотека должна стоить ежемесячно, как аренда, или максимум 20-30% больше, это предел, вот она, да. И второе правило, второе правило, это никогда не бери ипотеку на дольше, чем 15 лет. Вообще, стремись, как можно меньше. 7 лет, это очень хорошо, это хороший срок для ипотека. Я уже говорил в каком-то предыдущем видео, что у меня есть такая теория о 7-летных жизни, поэтому 7 лет, это здорово, да, то есть ты можешь полностью, Яков в Библии, заработал все свое хозяйство за 7 лет, поэтому вы тоже можете, вот. Поэтому 7 лет, это очень хороший срок для ипотека, да. Но бывает, конечно, когда именно в жестких рамках 7 лет не входит, ну, 10 лет. Но для совсем уж совсем-совсем-совсем-совсем-совсем терпеливых, долгострадающих людей 15 лет. Но реально, ребята, ищем вот этот диапазон. Эти два фактора необходимы, чтобы расход на жилье, который у вас все равно будет, в виде арендная плата, перестали быть просто затратой и могли перейти в таблицу долгосрочных сбережений теряя инвестиции. Потому что самая лучшая инвестиция, самая лучшая инвестиция, это инвестицию в недвижимость. Один друг моего отца, который очень богатый и очень большой инвестор, там, у него портфолио реально здоровый, он говорил, нужно инвестировать в недвижимость до такой степени, когда тебе это совсем-совсем-совсем не надоест. Потом еще инвестируй, и потом только можно думать о чем-то другом. Вот. Самая классическая, самая-самая-самая-самая старая и железобетонная проверенная инвестиция, это недвижимость. Поэтому три вещи сегодня, и потом, следующее, завтра, завтра, послезавтра, когда еще будет морозы, мы поговорим по поводу дальше, как это практическое применение. Три вещи сегодня. И кредит только можно брать тогда, когда кто-то умирает, когда это расширение действующее дело, действующее бизнес-дело, или когда ты берешь ипотека, чтобы возместить, так скажем, да, убрать из категории расходов арендная плата в категории, как сказать, инвестиций, долгосрочных сбережений. Второй момент, который сегодня. Чтобы это произошло, надо, чтобы, во-первых, ипотека не стоила больше, чем 20-30%, чем аренда, в одной и той же местности, за одной и той же квадратный метр, да, квартиры. И последний момент, последний момент, это никогда не бери ипотека дольше 15 лет. Это слишком большая переплата, тебе это не по карману, даже если все банкиры и анализы говорят, что вам по карману, вам не по карману. 15 лет – это предел, лучше 5, 7 лет, 10 лет, но ни в коем случае не больше 15 лет. С этим размышлением и с этим, как сказать, предусловием, в следующее видео мы перейдем как раз, как купить 4 квартиры за 30 лет, и не платя при этом ни копейки больше, чем за аренду. Поэтому смотрите, я надеюсь, что эти, не знаю, лекции, уроки, разговоры, беседы по поводу финансового управления помогут вам управлять вашими финансами, чтобы вы не были управляемы ими на этой прекрасной, свободной, без долгов Господней земле.